всем привет это координационный центр и мы продолжаем серию видео интервью посвященных 20-летию координационного центра сегодня у нас в гостях илья паярков председатель комитета регистраторов координационного центра доменов.ru и рф я привет обычно свои беседы с друзьями я начинаю с простого вопроса а как в твою жизнь пришел интернет в принципе всегда интернет как компьютеры меня заинтересовал масштабом того что можно изучить и простотой доступа к этому обучению информации свой первый домен я зарегистрировал в 2001 году до сих пор он у меня есть он находится в зоне комру 3 уровня тогда это функция по регистрации доменов этой зоне принадлежала rosneros и ripen.net это были бесплатные домены для тогдашнего школьника это был идеальный вариант бесплатно потренироваться по зарегистрировать доменные имена чем я кстати очень благодарен сейчас такой возможности зарегистрировать бесплатные доменные имена нету в рунете тогда это было тогда даже в свое время начале двухтысячных зона таки лаву была . т.к. в которой домены второго уровня можно было регистрировать бесплатно тогда я просто побалился нет показать интересно я поразбирался на какое-то время это забыл а в 2006 году я попал на форум где были домейнеры обсуждали вопрос домена совершенно случайно и это меня прямо захлестнуло и я два месяца без остановки весь форум перечитывал насколько я понимаю ты до сих пор занимаешься в основном домейнерской деятельностью а чем еще ты сейчас занимаешься да так сложилось что последние 15 уже лет я занимаюсь либо доменными делами либо смежными а сейчас какое-то время занимались хостингом но сейчас основное направление это айпи адреса область очень смежно она также имеет централизованные реестры их правда 5 в мире свою базу данных таких же регистраторов как весь аккредит он до регистраторы доменах так в айпи адресах есть лиры локальной интернет-регистратуры которые мы являемся в россии деятельность очень похоже но учитывая что она направлена в большей степени на мир она чуть более интересного домены так глубоко засела мою душу и столько приятных воспитаний что я не могу это бросить и до сих пор этим интересуюсь и мне интересно этим заниматься здорово ты один из функционеров системы регистрации доменов российских национальных руеры расскажи пожалуйста вот будучи председателем комитета регистраторов с чем тебе приходится сталкиваться да мы являемся кредитованным регистратором в зоне ru мы до этого шли долго наверно дольше чем следовало бы но когда все стали стали им я получилось разобраться более глубоко в процессах кредитационного центра то как функционирует система регистрация доменных имен в россии несколько лет я потратил на более глубокое изучение административных вопросов какой-то момент мне предложили стать председателем комитета регистраторов в силу прошлого своего опыта мне удалось познакомиться наладить партнерские отношения со всеми регистраторами в зоне ru и рф благодаря этому будучи председателям ко мне как к лицу можно сказать официальному в силу того что и меня знают обращать все регистраторы интересов по ряду вопросов как лучше сделать это это как это лучше тци или в каце обратиться следует ли тут обращаться какие-то спорных вопросов консультирую регистратор особенно новых потому что когда новый регистратор появляется они попадают в ту среду которой им совсем непонятно и я как председатель с первых дней говорю что есть комитет регистраторов где можно участвовать задавать свои вопросы понимать какие-то проблемы и ко мне обращаться как председателю какими-то вопросами либо я их подскажу либо транслирую подскажу кому обратиться давай побудем немножко футуристами вот мы сегодня в этом году 2022 21 празднуем 20-летие координационного центра а представь себе что мы вот на таком жрифе только в тридцать первом году собрались и тоже записываем видео интервью какой интернет нас будет окружать будет ли вообще это слово интернет или будет заменена чем-то другим а может быть ты побудешь предсказателем новых сервисов которые появятся в сети в силу своей основной сейчас деятельности что я вижу интернет во первых останется я думаю прежним и слово точно уже закреплено стало нарицательным тут наверно без вопрос но для меня по крайней мере с точки зрения то из чего интернет строится это айпи адреса в основе интернет лежит tcp и протокол как многие знают айпи адреса они старого закладывался когда строил сетер по нет еще в 60-х годов для министерства обороны сша тогда не планировалось в том интернет который сейчас есть ими миллиардами людей в нем и было заложено в протоколе что всего четыре с половиной миллиарда айпи адреса будет из чего будет складываться интернет но потом он вышел за рамки институтов и оборонных предприятий их стало не хватать и в начале 2010 годов айпи адреса закончились на тот момент уже был протокол айпи в 6 97 года но в силу того что оборудование должно поддерживаться везде последней милию хостинг провайдеров он не получил тогда развития но сейчас я вижу тренд что айпи адреса и пиво 4 которые закончились они только на вторичном рынке сильно цена растет и теперь я уже вижу что спустя более 15 лет когда появился протокол айпи в 6 сейчас в нем появ начинает появляться осознанная экономическая обоходимость я думаю что через 10 лет он уже займет основное весомое место но сар и право никуда идет что же касается доменных имен страновые домены явно тоже никуда не денутся возможно появятся какие-то новые платформы как свое время в середине 2000-х 2000-х вместо платформы были социальные сети но они по путем кое ходят их место занимают мессенджеры но так или иначе мы видим что уже после доменных имен произошло дверь революции социальных сетей и мессенджеров но доменные имена и сайты так или иначе даже в широком смысле слова никуда не денутся я предполагаю что на рубеже 10 лет тоже не произойдет возможно появится тоже новые платформы может быть что-то с блокчейном какие-то открытые реестры блокчейном но в основе своего останется . и доменные имена доменные зоны проверим через десять лет до в завершении нашей с тобой беседы я бы хотел попросить тебя озвучить свои пожелания коронационному центру в год его двадцатилетия очень классно что в нашей нашей стране нашей зоной национально управляет такая организация некоммерческая коронационный центр в ней что удивительно все годы собирались самые лучшие по моему мнению профессионалы отрасли они вырастали из коммерческих компаний набирались там максимального опыта и с ним уже приходили в зону зона . ru rf это наше национальное достояние это серьезные механизм управляющие в том числе нашей экономикой и я очень бы хотел чтобы те самые профессионалы оставались у реля приходила новая кровь обязательно как без этого но функция коронационного центра бесспорно нужна и те специалисты и тот опыт который на коронационный центр накопил за многие годы ту миссию которую несет для развития общества для информирования о рунете и всех программах которые у себя она очень цена и я желаю не останавливаться на достигнутом банально но это важно я хотел бы увидеть чтобы был был бы рост зоны потому что это цифровой индикатор развития экономики развития и страны поэтому у коронационного центра есть прямое воздействие на стимулирование этих процессов я надеюсь желаю чтобы кризон центр рос и развивался с новой кровью и чтобы он оказывал влияние на рост нашей национальной зоны спасибо я очень приятно очень интересное пожелание с нами был илья поярков председатель комитета регистраторов координационного центра доменов ru и рф